Всем привет дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ и сегодня мы делаем такой небольшой обзор, анонс обновления 0.11. Итак что же изменилось и думаю на ПТС ничего сильно уже допиливать не буду, так что что же мы получаем в обновлении 0.11? Поехали! Итак первое и одно из самых важных это тренировочные бои, можно создать комнату и протестировать танчики, карты, в общем все что душе заблагорассудится. Минимальное количество игроков в комнате двое, так что берите друзей и начинайте исследовать технику и карты которые имеются в игре. Далее добавили расширенную послематчевую статистику, переработали озвучку, но самое главное конечно же это показали новые танки. Собственно сейчас их скриншоты вы можете наблюдать на своих экранах, я тут их решил немножечко вам показать. Эксклюзив который вот получил собственно, правда на ПТС их уже завезут буквально через часик и сможете их там наверное тоже увидеть. Также переработали немного лобовую броню ОБТ 6-8 уровней в сторону повышения стойкости к воздействию фугасов. Ну допустим тот же Леопард 2А5 очень сильно страдал от фугасов и теперь вероятно будет все таки чуть меньше страдать от них. Но опять таки посмотрим, все таки чем черт не шутит, увидим все это дело и тогда уже будем говорить о эффективности подобных изменений. Также немного перебалансировали технику и исправили ошибки в реализации некоторых машин и провели многочисленные исправления ранее обнаруженных ошибок. Но конечно же самое главное ради чего мы здесь с вами сегодня собрались это посмотреть на эксклюзивные скриншотики, которые вот скоро техника появится на ПТС, а именно технике 9 уровня. Ей является Б1 Драка, БМПТ-72, Челленджер 2, Леопард 2А6, М1А2 Абрамс, М8 Тандерболт, Панхард Краб и Т90МС. Давайте немножко расскажу о каждой машине, то что было написано в новости вероятно будет вам интересно. Итак, Б1 Драка это итальянская зенитная самоходная установка, построенная на базе легкого Б1 Кентавра или Центавра. И вооружена она 76-мм пушкой с барабанной системой питания. Посмотрим на что она будет способна в игре, но честно говоря очень жду. БМПТ-72 это собственно Терминатор 2. Тот Терминатор, который есть на 8 уровне, только улучшенный. Есть у него пара 30-мм пушек, 2А42 и 4 130-мм пусковых остановки атака. Далее Челленджер 2. Разумеется он стал мощнее чем Челленджер 1, его лобовая броня стала еще крепче. Посмотрим на что будет способна данная скала против других ОБТ, но надеюсь, что он останется одним из самых крепких и вероятно будет танковать просто аки бог. Идем далее. Леопард 2А6. Основной боевой танк Леопард 2А6 это пожалуй один из самых современных используемых версий Леопарда 2. И он думаю занимает не зря девятое положение, девятую строчку в прокачке техники, потому что его орудие по сравнению с 2А5 изменилось. И теперь это не РН-120Л-44, а длина ствола стала 55 калибров. И пушка теперь называется РН-120-55. Так что посмотрим, как это скажется на его огневой мощи, но думаю только сугубо положительно. М1А2 Абрамс обещает быть таким середничком, то есть везде и хорош. Это самый современный Абрамс на данный момент, кроме разрабатываемых, конечно. Посмотрим на что будет способен он, но обещает быть такой хорошей рабочей лошадкой. М8 Тандерболт это продолжение. XM8 один из легких танков, который сейчас в общем-то может быть принят на вооружение. И в общем-то это один из самых современных легких танков, посмотрим на что он тоже будет способен. Панхард Краб это замена ВБЛ-ки, я думаю будет очень интересно ее покатать. И Т-90МС, ну это конечно же просто легенда, одна из последних модификаций Т-90, экспортная версия. Посмотрим, увидим, как это будет в игре реализовано. ПТС уже открывается буквально с минуты на минуту, так что заходите и смотрите. А с вами был Крюга ТВ, не забывайте поставить палец вверх и подписаться на канал за оперативные сводочки. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok